Но сначала человек должен в стрессе, он не может молиться, у него нет сил ни на что вообще. Это значит, что он как загнанная лошадь, ему нужен контакт с природой. Нужна сила, восстановление нужны, поэтому ему нужно восстать, ему надо двигаться начинать. Особенно если это болезнь тела, однозначно ему нужно движение и пост. Движение и пост побеждают болезни тела. Банально, но это так. Самая лучшая пища на этой земле, которая восстанавливает здоровье, это зелень, зеленая пища. Это самая первая пища вообще, знаете, что солнце попадает в листву сначала. Вот с чего все начинается, питание, с чего начинается? На самом деле все питаются только солнечной энергией, понимаете? Только солнечной энергией, больше ничем никто не питается. И солнечная энергия как превращается в жизнь? Где она превращается в жизнь? В листьях и в траве, да? Потом траву съедают животные, да? Они превращаются в мясо там или в молоко. Вот. Или дерево само превращает солнечную энергию в фрукты, там плоды. Но сначала все начинается с зелени. Поэтому зелень является самой легкой, самой простой и самой здоровой пищей. Все остальное пища тяжелее уже. Следующий цикл. Мы солнце непосредственно пекушать не сможем, но зелень можем, особенно тушеную, если ее немножко подтушить, она становится мягче. И эта зелень, она очень мягко действует на организм. Она как бы все ненужное убирает из организма. Она дает возможность организму очищать себя, потому что эта пища очень легкая. Для нее не требуется сильно много энергии в организме, чтобы ее переваривать. Это самая легкая пища, зелень тушеная. Поэтому, когда человек ослаблен, у него тяжелые болезни, ему надо есть зелень и двигаться больше, движение. Потому что движение дает человеку жизнь. Все болезни — это разные виды застывания тела. Суставы болят, застыли. Тонкая энергия застывает, где-то наступают болезни. Для того, чтобы оно не застывало, надо двигаться. Когда человек двигается, он все перестает, ну и все начинает оживать в организме. И все хорошо. У меня на ногах ногти, на больших пальцах стали постепенно белеть. И как будто они такие, все там, говорят, грибок там, еще что-то. Просто там застыла энергия. Я начал бегать, просто бегать. И у меня ноготки все восстанавливаются, восстанавливаются, почти восстановились сами. Оживление произошло, движение. Движение, энергия начинает лучше двигаться. Обмен веществ, все ненужное уходит, нужное восстанавливается. Также тоже любые опухоли, они в результате движения, они рассасываются. Потому что опухоль начинается с того, что там ткань забивается, а потом грубая ткань забиваться начинает. В результате туда заходит другое живое существо. Организм сам не контролирует это место. Другое живое существо заходит агрессивно и начинает там жить. И размножаться там. Это вот и есть опухоль. Чтобы оно оттуда ушло, нужно, чтобы организм сам начал жить на этой территории. Ну представьте, допустим, сейчас в Израиле какая-то зона будет пустой. И там никого нет, вообще людей никого нет, там все растет, все хорошо, никого нет. И рано или поздно какая-то часть, какая-то культура, страна там заселится незаконно и будет там жить. Ну кого же нет, правда? Так всегда и везде бывает. Для того, чтобы там никто не жил, надо двигаться, начать, чтобы там движение пошло. Кто-то там что-то делать должен и все, и ненужное все убирают. Так устроен этот мир. Поэтому все начинается с движения. Не думайте, что только молитва вас должна лечить. Все три сферы жизни должны быть задействованы в жизни. Надо любить людей, служить людям. Надо любить природу, бегать вдоль моря, делать зарядку. Что вам больше нравится, там чекать гири какие-нибудь, зарядки, там еще что-нибудь. Но двигаться, как вам нравится. Ну в целом вот так примерно. Если нечем обтираться, обтирайтесь, чем придется. Главное делайте это. Приседайте до упада, двигайтесь, бегайте, прыгайте. Что-то делайте со своей жизнью. Застыли, значит смерть вошла в вашу жизнь. Лень, сон излишний, еда излишняя. Это смерть заходит в жизнь. Это тоже важно знать, что есть депрессия. Психика есть депрессия тела. Когда человек становится толстым, ленивым, это депрессия тела. Означает, что он не хочет жить в этом теле, человек уже. Нужно движение, нужно побеждать себя. Депрессия тела. Депрессия тела.